Привет! В этом видео, как всегда, поговорим про Алиэкспресс. И, конечно же, будут распаковки, близкие детали и примерки моих последних покупок. Но для начала хочу напомнить о том, что у меня есть телеграм-канал, где я публикую все ссылки на свои покупки, ссылки на всякие интересные предложения, выгодные акции, делюсь с вами промокодами и купонами. Поэтому, если вдруг вам интересен шопинг на Алиэкспресс, то тогда этот канал будет для вас полезным. И, конечно же, хочу еще напомнить одно совсем несложное, но очень эффективное действие, чтобы не пропустить мои ролики. Поставьте, пожалуйста, колокольчик, и тогда вы узнаете первыми, когда новый ролик выйдет. А сейчас давайте начнем. Сегодня хочу начать со спортивного костюма. И скажу так, что я перебрала очень много вариантов на Алиэкспресс. И чтобы и качественно, и недорого, мне кажется, я прям нашла хороший вариант. Данный костюм у продавца представлен в 12 цветах. Насколько я поняла, там даже леггинсы можно купить отдельно. У меня, вот сейчас послушайте, у меня цвет серый, но он с таким фиолетовым отливом, и получается такой серо-приглушенно-фиолетовый. На своих видео я всегда стараюсь передавать оригинальный цвет. Не всегда это получается. В близких деталях камера может немножко что-то искажать, но вы знаете, что в примерках всегда цвета такие, как в жизни. Топ мне здесь прям очень хорошо сел по размеру, и он очень комфортный, у него хорошая поддержка, то есть он сидит плотно, при этом ничего нигде не перетягивает. Я очень довольна. У топа есть чашечки. Они, собственно говоря, вынимаются, но мне на удивление, и с ними хорошо. Обычно такая история, особенно когда одежда с плотным таким прилеганием, и верх, и низ одного размера мне не подходит. Но в данном случае и верх, и низ сели просто идеально. Дальше вы, конечно, все увидите в примерках. Леггинсы плотные, эластичные, в них комфортно, они не сковывают движения, и у них высокая посадка. При этом сверху резинка очень широкая, и она не давит, достаточно свободно и комфортно сидит. Сзади леггинсы выглядят слегка иначе. А под ягодицами тут предусмотрена такая, как будто бы резиночка. В целом ее не видно, но, возможно, леггинсы из-за этого как-то лучше сидят. Сейчас посмотрите. Еще отдельно хочу отметить, что у леггинс хорошая длина. Кстати, у меня костюм в размере М. Мои параметры и рост, как всегда, указываю в инфобоксе. И там же вы найдете все ссылки на вещи, о которых я вам сегодня рассказываю. И другие вещи, которые участвуют в этих примерках. Кстати, в этом видео все с Алиэкспресс. И если эти вещи, конечно же, есть сейчас в наличии, я обязательно там тоже оставлю ссылки. По стоимости. На момент моей покупки без скидок леггинсы стоили 1289 рублей. Мне с небольшим, совсем маленьким купоном они обошлись в 1139 рублей. И переходим к следующей моей покупке. Честно скажу, что я долго гипнотизировала эту вещь, долго на нее смотрела, сравнивала все, что есть в наших магазинах. И в итоге решилась и купила, и вообще не жалею. Это не самый бюджетный бренд на Алиэкспресс. Это бренд Toive. Но сколько бы я там ни покупала, вещи там всегда потрясающего качества. Помимо того, что ветровки сейчас очень актуальны, мне она нужна была, очень была нужна для поездок на велосипеде. То есть у меня такой летний вид спорта. И я практически каждый день катаюсь. И на момент записи этого видео я уже потестировала эту ветровку вдоль и поперек. И я в еще большем восторге, чем когда я ее получила. А теперь давайте пройдемся по деталям. У ветровки очень приятная ткань. Это 100% полифирное волокно. Ткань эта, конечно же, не продувается. Проверена большими скоростями и сильным ветром. Ветровка выполнена не из одного слоя ткани. У нее есть подкладка, которая распространяется прямо на все изделие. Есть карманы, достаточно вместительные. Есть замочек, есть вот всякие детали. При этом все детали очень ровно и красиво все прошито. У меня ветровка в размере L. Она на рост 1,70 м. И по объему это, знаете, такой вариант для любителей супер-оверсайза. Конечно, можно взять размер поменьше, и тогда она будет сидеть иначе. Есть капюшон. У капюшона есть веревочки, которые его утягивают. Все выполнено очень аккуратно. У меня она, видите, в таком молочном цвете с розовыми и темно-синими вставками. У продавца же есть еще такая белая с сиреневым. Кстати, внизу, то есть по низу ветровки еще идет утяжка. У меня чуть-чуть затянуты резиночки на примерке. Примеряю сразу на этот же спортивный костюм, который вам показывала. Но при этом не обязательно использовать эту ветровку только для спорта. Вот я ее примеряю на джинсы. И смотрите, какие длинные рукава. То есть, в принципе, если вам не нравится такой большой оверсайз, то вы можете действительно взять размер поменьше. Все будет хорошо. Но в моем случае большой размер это огромный плюс, потому что я также надеваю ветровку на худи. Я вам дальше покажу. По поводу цены. На момент моей покупки без скидок она стоила 2047 рублей. Мне же она обошлась в 1856 рублей. Доставка была достаточно быстрая, 17 дней. И это с момента оформления заказа. А это именно те кадры, про которые я вам говорила. Здесь я ее надела на худи и ничего не натянулось. Переходим к следующей вещи, а точнее к комплекту. К сожалению, не нашла здесь распаковку, хотя точно снимала. Но тут все достаточно обычно. Это фабричный магазин. Ничего удивительного там не было. Это пижама из вискозы. У меня она с шортами, но есть точно такие же варианты, даже в таких же расцветках, но со штанами и, соответственно, с длинным рукавом. Я вставлю вам под этим видео несколько ссылок на данные пижамы. Во-первых, скажу так, что ссылка именно на эту позицию сгорела. Но есть точно такие же варианты в такой же расцветке в других магазинах, так как это фабричные изделия. И в этом же магазине, в котором я покупала, есть пижамы такие же с длинными штанами или короткие шорты, просто в других расцветках. Пижама очень приятная. В принципе, я уже заказывала немного другой вариант в другом магазине. Там тоже была вискозная пижама. И мне очень у них комфортно, очень нравится. Честно сказать, подумываю, может быть, приобрести еще с длинными штанами. Ну, аналогичный вариант. Про детали. Мне очень понравились пуговки. И в целом выполнена пижама достаточно хорошо. Есть пару ниточек, но это все ерунда. У рубашки есть два кармана, но они скорее декоративные. Шорты без карманов. Резинка не тугая, достаточно свободная. И пижама в целом села комфортно. У меня она в размере L. Доставка, кстати, была просто молниеносная. 12 дней. С момента заказа я ее уже получила в постамате в пятерочке. Кстати, все практически свои последние заказы уже несколько месяцев, а то и больше, я по возможности всегда заказываю через пятерочку. И мне прям нравится, как работает доставка. По цене. На момент моего заказа пижама стоила без скидки 1042 рубля. У меня были купоны, и она мне обошлась в 800 рублей. В видео я показала не все возможные расцветки. Переходите по ссылкам, и там увидите гораздо больше вариантов. А вот здесь уже без распаковки не обойтись, потому что внутри сумочка. И я считаю важно, как продавец упаковывает сумки. Из плюсов внутри был воздушный пакет. И, соответственно, основная форма сумки не помялась. Но внешне, мне кажется, она была не очень хорошо упакована. Ну, так скажем, средненько очень даже. Поэтому что-то могло пострадать, но в целом мне повезло, видимо. А теперь покажу вам сумочку поближе. Вообще, задумка и сама модель мне очень нравится. Но в данном случае, лично на мой вкус, исполнение такое, ну, не очень. Не скажу, что прям плохое. Как я потом уже посмотрела на фотографиях продавца, все выглядит абсолютно так же. Если присматриваться. А если не присматриваться и смотреть только на фотографии с моделями, то там вообще шик и блеск, и красота. Расстроило меня отсутствие подкладки в сумке. Но присмотревшись на фотографии продавца, я поняла, что там ее как бы и не было. Сами напридумывали. Но вот функция с удлинительным ремешком, все работает и все выглядит, в принципе, неплохо. Просто, ну, лично на мой вкус и на мои ощущения сумочка грубоватая. Из плюсов, достаточно неплохая фурнитура. Выглядит нормально. И она под серебро. В целом, я всегда говорю, чтобы ожидать какого-то очень классного качества на Алиэкспресс. Изначальная ценность этого товара должна быть, ну, не очень дешевой. В данном случае сумка из разряда бюджетных. То есть, на момент покупки у продавца без скидок она стоила 1210. Мне она обошлась в 1100. Цвет у меня, если вдруг вас заинтересуют, хаки. У продавца она представлена в пяти цветах. И по доставке, доставка заняла 22 дня с момента оформления заказа. Ну, а теперь покажу вам одну сейчас, ну, очень модную вещь, которую я очень хотела. И в итоге, честно сказать, немножечко в провале с ней, потому что ее я отправила обратно. Для себя я опробовала новый магазин, в котором ни разу не заказывала. Скажу так, что вещи там не сильно-то бюджетные. Например, вот эти брюки без скидок на момент покупки стоили 2210. И я применила для них, ну, самые лучшие купоны. Они мне обошлись в 1590 рублей. Поэтому в этой части было слегка обидно. Отзывы по этим брюкам очень хорошие. Хотя уже после того, как я их отправила, я пересмотрела некоторые отзывы с критической точки зрения, где есть фотографии, поняла, что проблема-то одна у многих. И просто люди как-то не замечают ее. В целом, брюки выполнены качественно. У них достаточно плотная ткань. И, извините мне, я не отпаривала их, потому что в этот же день я их отнесла на почту на возврат. Поэтому в кадре они выглядят такими помятыми. Выполнены они аккуратно. Я вам даже дальше выверну их наизнанку, чтобы вы посмотрели, как внутри обработаны детали. Потому что тут их на самом деле немало. Бирки фирменные. У меня брюки в размере М. По застежке у них нет пуговиц. Вот такая вот металлическая штучка, которая, в принципе, часто бывает на брюках. Достаточно удобная. И по размеру, честно скажу, мне в талии они достаточно свободно сели. Но как они сели дальше, ну дальше вы это увидите. Из деталей, самая основная модная деталь, это, конечно же, разрез снизу. Дополнительно идет вот такая вот вертикальная строчка. То есть там сшиваются две ткани, которая, по сути, должна тоже немножко вытягивать. Внутри, видите, все швы закрыты. Все хорошо сделано, все обработано. По составу ткани это 91% полиэстер и 9% эластен. Брюки сели странно, по крайней мере, на мою фигуру. В районе талии есть место, сели свободно, но дальше все перетянули и сидят достаточно странно. Особенно мне не нравится, как это смотрится в районе колена. Появились какие-то складки и ноги превратились в какие-то бочки. Но сейчас я на этом моменте вам... Вот именно это место, оно просто ужасное. И в данном случае я не угадала с размером, больше размера бы ничего бы не решил. Ну и сейчас покажу еще одну покупку, которая вместе с этими брюками предыдущими уехала обратно. Кепка, у которой тоже очень много положительных отзывов. Очень хороший рейтинг. Во-первых, мне пришел сдутый пакет, потому что по отзывам я смотрела, людям приходит кепка в воздушном пакете. У меня был пакет сдутый. Ладно, она как бы не пострадала от этого, может быть, слегка помялась. В целом она сделана нормально, обычно. Она стоит недорого. Она без скидок стоила 326 рублей. Мне с купоном обошлась в 220. Если сказать еще более, так скажем, серьезно, аналогичная, вот прям один в один практически кепка в Заре стоит полторы тысячи. Причем выглядит она просто точно так же. При этом эта кепка за полторы тысячи в Заре, она на меня не села. Ну, точнее, она села ровно так же, как и эта. Я вам показываю близкие детали, поэтому, в принципе, можете оценить сами. Но еще из моментов у кепки, вот мне лично кажется, кривой козырек. И это видно, когда я ее надеваю. Что смешно, в Заре был такой же кривой козырек у кепки. И, не знаю, может, я, конечно, чего-то не понимаю в этой жизни. Но выглядит это странно. Сама бейсболка у продавца представлена в большом количестве цветов. Выполнена она из ткани джинсовой. И доставка заняла 16 дней. Я надеюсь, вам понравились эти покупки. И если это так, то не забывайте писать мне комментарии, ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Ну, а сейчас до новых встреч. Пока-пока, увидимся!